Итак, нам удалось связаться с корреспондентом Артивяя в Берлине Константином Гленденцвайгом. Он следит за визитом в Германию президента США Барака Обамы. Американский лидер прибыл в столицу ФРГ накануне и уже провел личную встречу с Ангелой Меркель. Завтра в пятницу в Берлин прибудут лидеры Франции, Италии, Великобритании и Испании. Как отмечают наблюдатели, прощальный визит Барака Обамы в Старый Свет – это попытка успокоить европейских лидеров и убедить их не впадать в панику, несмотря на очевидную непредсказуемость. В политике Дональда Трампа. Итак, удалось ли хромой утке успокоить Европу? Выясним у моего коллеги Константина Гленденцвайга. Константин, вам слово. Вы правы, Лиза. Эту поездку Барака Обамы в Германию, к слову, уже шестую по счету ни одну страну Европы президент США не посещал так часто. Так вот, правильнее всего ее действительно называть, наверное, успокоительной. Только что закончилась совместная пресс-конференция Барака Обамы и Ангелы Меркель. И чаще всего президент США произносил на ней фразу «Я надеюсь, что…» и всячески подчеркивал свой оптимизм. Надеется все еще действующий президент США, что его преемник, несмотря на предвыборные угрозы, цитата, «ответственно отнесется к работе в Белом доме». Что при новой администрации, несмотря на риторику Трампа, США не откажутся от важнейших достижений за годы правления Обамы и Меркель. Например, от уже ратифицированного Америкой Парижского соглашения о борьбе с изменением климата. Или от так и не принятого Евросоюзом и Соединенными Штатами соглашения ТИТИП о свободной торговле. Подписать его, очевидно, теперь уже не удастся. Однако Обама и Меркель надеются, что новая администрация США, по крайней мере, будет сохранять достигнутый уровень экономического партнерства Америки и Европы, а не отгораживаться от мира и изолироваться от него, от глобальной экономики. Требование, которое становится все более популярным и в Европе, и в США. «Мы достаточно хорошо продвинулись в этих переговорах. Их невозможно завершить прямо сейчас. Но мы обязательно будем придерживаться того, что достигли ранее. И я уверена, что однажды мы вернемся к этой теме. Кроме того, я думаю, что то, что нас объединяет, так это общее признание. Всемирная глобализация должна быть человечной. И это работа политиков, которые не должны допустить отката к временам до глобализации». То же самое касается и партнерства по линии НАТО. Здесь многие встревожены предвыборной риторикой Дональда Трампа. И ситуации в Сирии. Обама заявил, что было бы наивно теперь ожидать от России, что она откажется от поддержки Башара Асада. Но это не значит, что Вашингтон оставит свои усилия. Главное, на что уповает президент США, даже не то, что он назвал прагматизмом Дональда Трампа. А по его словам, на саму американскую демократию. Систему сдержек и противовесов, которая не даст стране выйти из колеи, а ее главе задержаться в должности, если его деятельность разочарует американцев. Отдельно Обаму и Меркель спросили о том, есть ли шанс на сохранение единства Европы и США, единства всего Запада в их курсе по отношению к Владимиру Путину. В ответ снова лишь зыбкие надежды. Я не ожидаю, что избранный президент будет строго следовать нашему подходу. Но я надеюсь, что он все же не будет заниматься так называемой реальной политикой по принципу «Давайте заключим кое-какие сделки с Россией, даже если это повредит людям, нарушит международные нормы, сделает маленькие страны уязвимыми или создаст большие проблемы в регионах вроде Сирии. Мол, давайте просто делать то, что нам сейчас удобнее». Отдельно прозвучала и тема Украины, защищая территориальную целостность, которой Запад, по мнению Обамы, обязан и впредь. Кроме того, другую важную тему в Германии определяют как угрозу либеральной демократии во всем мире и прихода популистов к власти уже в Европе. В Берлине с тревогой следят за тем, как избранный президент США берет свою команду ультраконсервативных политиков и, как, например, первым делом встречается с лидером британских популистов Найджелом Фарджем. Не случайно Обама долго и щедро хвалил лидерские способности Меркель, которую здесь многие называют последним оплотом либеральной демократии. Он уверял, что его друг Ангела Меркель сильна и она справится, и что он был бы рад, если бы Меркель выдвинул свою кандидатуру на новый канцерский срок. Оба говорили о причинах такого международного успеха сторонников простых рецептов в политике, называя это следствием наступления нового оцифрованного мира, где слухи, пущенные в соцсетях, оказываются для многих убедительнее фактов. Особенно для простых избирателей, кто не выиграл от глобализации, а наоборот не смог найти себе места в новом мире. И вот достучаться до этих людей, уверены Обама и Меркель, теперь и будет ключевой задачей западных политиков. Если глобальная экономика не принимает во внимание нужды людей, которые чувствуют себя обделенными, если неравенство нарастает, то в конечном счете мы станем свидетелями все большего раскола в индустриально развитых странах по всему миру. Помимо основной официальной программы, Барак Обама и Ангела Меркель еще накануне встретились за совместным ужином с глазу на глаз в гостинице «Адлон», где поселился президент США. Этот ужин продлился более трех часов, что опять же подчеркивает особый характер отношений двух лидеров. Несмотря на былые противоречия США и ФРГ, шпионские скандалы и прочие неурядицы, они называют друг друга ключевыми партнерами. А Ангела Меркель признается, что ей жаль, что эти восемь лет президентства Обамы миновали. В целом, общее настроение здесь, несмотря на показной оптимизм американского президента, это смесь грусти и тревоги из-за будущего в отношениях западных стран. И именно трансатлантические отношения уже завтра обсудить с Бараком Обамой прилетят и лидеры Франции, Великобритании, Испании, Италии. Прилетят сюда, в Берлин, в город, который теперь в этих новых международных условиях по сути становится негласной столицей западного мира. Спасибо, Константин. Мой коллега из Берлина Константин Гальденцвайк о визите Барака Обамы в Европу.